К сожалению, в современном мире, мире социальных угроз, деятельность волонтёрских организаций по поиску пропавших людей, в том числе детей, становится как никогда актуальной. Сегодня в нашей студии Оксана Василишина, председатель общественной организации «Поиск пропавших детей» и двое волонтёров – Нина Пономарёва и Дмитрий Солонин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Оксана, скажите, пожалуйста, как давно существует ваша организация? Наша организация существует три года, как мы зарегистрированы в Минюсте, и четыре года как, ну, неофициально, так сказать. Ну, а как часто теряются дети в Красноярском крае? Ну, в основном это бегунки, и они теряются довольно-таки часто, но есть и случаи, когда дети теряются благодаря, так сказать, какими-то противоправными действиями со стороны взрослых, и такое количество, конечно, детей существует. Пусть небольшое в Красноярске, но оно присутствует. Ну, давайте теперь о приятном. Вот, например, в прошлом году сколько человек вам удалось найти? Лично волонтерам удалось найти детей 8 человек из дней, и при том 40 с чем-то человек благодаря нашей информподдержке. Это означает, что мы нашли какую-то информацию, преподнесли ее полиции, и благодаря этой информации дети были найдены. Ну, вот если говорить о полиции, а чем ваша деятельность отличается от деятельности органов правопорядка? Ну, дело в том, что на какой-то конкретный поиск, например, не могут вывести такое большое количество человек, как мы. А, полицейские не могут вывести? Да, потому что мы мгновенно собираем группу, например, из 30-35 человек, и выезжаем тут же на место поиска. Скажите, ну как это может быть мгновенно, если волонтеры же, наверное, тоже занимаются какой-то деятельностью, помимо волонтерской? Бывает получаса-часа со всех районов города. То есть бросают все и приезжают. Бросают все и приезжают на место поиска. Вот это энтузиазм. Ну, не дай бог, если пропал ребенок, что нужно делать в первую очередь? В первую очередь, конечно, нужно обзвонить друзей, знакомых, обойти площадки, дворы поблизости. Это занимает, в принципе, минут 10-15. Если ребенка нигде нет, если недоступен телефон, то, конечно, нужно звонить сразу в полицию, и желательно сразу же, тут же сообщать и нам. За то время, пока они пишут заявление в полиции, оно занимает практически иногда полтора часа, за это время мы способны собраться и выехать на место уже поиска. Бывали случаи, пока родители пишут заявление, за это время мы успевали находить детей именно в районе пропаган. Вот это оперативность, я понимаю. Нина, Дмитрий, скажите, а вот вы почему решили стать волонтерами? Ну, я с 2019 года занимаюсь поисками, то есть фактически с самого начала, с печально известного случая, когда пропал Ильяс Давлик-Муратов, в Северном попал случайно на поиски первый раз, то есть ребята позвали с собой. Ну, и просто за компанию, наверное, пошли, да? Да, и с тех пор как бы усердно занимаюсь, потому что как-то уже, ну, сложно представить, что сбор объявляют, а сам не выехал на поиски. Хочется не только работать, да, по специальности что-то делать, но и быть еще как-то полезным общественным, ну, и по мере сил и возможностей. Ну, это очень важное дело, мне кажется, находить людей пропавших. Нина, а у вас какая история? Ну, у меня все то же самое. Оставила номер в смс-рассылке, и когда пришло первое сообщение о сборе по поиску ребенка, я уже не смогла его оставить без внимания, то есть я бросила, отставила все дела и поехала на поиск. И так продолжается уже, ну, два года. Ну, работодатели, понятное дело, могут негодовать по такому поводу, что вы бросаете все дела, а родные как к этому относятся? Ну, по-разному, как бы, близкие одобряют, друзья иногда одобряют, иногда как-то так, ну, с интересом, а зачем занимаешься, как бы, почему время свое тратишь личное? Ну, в целом положительно. Ну, вы пытаетесь таким друзьям объяснить, что это очень важное дело? Ну, пытаюсь, более того, двоих-троих я уже перетянул. На свою сторону, да? Но это хорошо. Нина, а у вас как? Поддерживают? Родители поддерживают. Родители поддерживают, переживают. Она, как, допустим, мама мне говорит, я никогда раньше не знала, что у нас есть только криминала, пока ты не вступила в этот поиск. Допустим, друзья тоже, да, кто-то поддерживает, кто-то звонит. А что там было с этим ребенком? А что там было? Работодатель, ну, да, он терпеливый. Но работодатель тоже должен понимать, что дело-то общественно очень важное. Понимают и терпят. Но что самое сложное в этой деятельности? Это начать или в ходе уже где-то найти какие-то зацепки? Что самое важное? Ну, самое важное, мне кажется, тут все от начала до конца. Самое сложное – это получить, так сказать, тот результат, когда мы находим неживых людей. Вот это самое сложное. Принять это, это же нужно с этим еще пережить время от времени. Ребята, ну, вы сами уже находили здоровых целых ребятишек? Конечно, конечно. Находили, были такие у вас опыты. Вы же еще ходите в международную организацию по поиску пропавших детей, по-моему, да, правильно? С ними вы как-то сотрудничаете, они помогают вам или вы как-то помогаете? В ассоциации находятся 52 региональных группы, которые разбросаны по всем городам России. И это нам дает то, что мы мгновенно можем оповестить по соцсетям о пропавшем ребенке, о пропавшем взрослом, если он может находиться в каких-то других регионах. И, собственно, были случаи, когда именно благодаря поддержке всех городов мы находили… Соцсети все-таки помогают. Соцсети очень помогают, и они очень много делают именно для поисков. Спасибо. У нас в студии сегодня вот такие уникальные люди, перед которыми тоже можно преклоняться. Спасибо огромное за вашу работу. Итак, Оксана Василишина, председатель общественной организации «Поиск пропавших детей». И волонтеры этой организации Нина Пономарева и Дмитрий Солонин. Спасибо за это. Спасибо большое. Спасибо.